всем огромнейший привет сегодня будем готовить мясное блюдо очень вкусное для этого нам нужно два куриных окорочка мы будем аккуратно мясо вместе с кожей срезать с косточек выбираем ту сторону где меньше всего мякоти прорезаем вдоль а потом аккуратно ножом вырезаем косточку мякоть куриную я все хорошенечко присаливаю солим по вкусу одной со второй стороны обмазываю солью на время уберу бока в сторону куриное мясо я не отбиваю далее готовим 1 репчатая луковица на 100 грамм разрезаем ее пополам нарезаем вдоль и теперь поперек можно нарезать крупнее как вам больше нравится так делайте 1 сырая морковь на 90 грамм я ее натираю на крупной терке хорошо разогретую сковороду я налила 2 столовые ложки растительного масла без запаха теперь сюда отправляю все овощи и морковь и лук я буду пассеровать все вместе можно не пассеровать а просто использовать все сырым для начинки будет менее жирно могу не сделать чуть больше среднем под сковородой и теперь мне придется почаще все это помешивать для того чтобы все это не пригорало пока будет пассероваться морковь я дальше буду заниматься рулетом руках для запекания никогда не жалейте берите его в достаточном количестве где-то примерно около метра потому что потом удобно и сворачивать рулет 8 зеленых 10 черных у меня консервированных маслин можно брать либо одни либо другие либо вот так как я и те и другие можно выкладывать в хаотичном порядке в шахматном либо просто выстроить все это одной цепочкой 360 грамм свиного бекона он у меня размороженный не соленый как я его заготавливаю я вам показывала я покупаю мясо на ребрышках грудинку но обычно прошу дайте мне кусок чтобы был без ребрышек всегда попадается одни хрящики вырезаю хрящики вымываю этот кусок отправляю его в ровном таком положении в морозилку как только все замерзает либо еще не успеет замерзнуть я бы снова достаю обратно без кожи сразу же нарезаю на ломти резку лайсами такими той толщины которые мне надо все дальше обратно убираю на хранение в морозилку когда мне надо достаю использую раскладываю теперь весь этот бекон внахлёст полоски раскладывают так это будет как бы продолжение рулета мы просто удлиняем рулет на моем канале очень много рулетов мясных сальных рецептов нажимайте под видео кнопку еще там будут все ссылки либо пишите в комментарии я вам отправлю их это быстро вкусно недорого сытно и даже красиво я очистила один зубчик чеснока он у меня большой из 4 зубчиков состоит головка чеснока пока выдавливаю его отдельно в небольшую тарелку у меня есть такая приправа она называется пестрое в составе сухой чеснок сладкий перец зеленый красный общем яркий перец она очень вкусная эта приправка и когда готовится потом все эти кусочки становятся гораздо больше они как бы раскрываются разбухают берите те приправы которые вам нравятся у меня это приправа со сладким перцем этой приправы я взяла одну чайную ложку буквально щепотка молотого тмина добавляю соль соль по вкусу все это перемешиваю и всю эту заготовку распределяю поверху всей начинки и мясо одна ложка у меня сухого желатина желатин без горки обычный пищевой желатин и теперь всю эту начинку сверху я присыпаю желатином овощи которые пассеровались они уже у меня остыли поэтому пережу смелых выкладываю на мясо и овощи и оливки и маслины все это можно хаотично распределять по всему рулету можно выкладывать такой вот длинненькой дорожкой вот как нравится так и делайте здесь на самом деле вообще нет никаких правил иногда я начинаю готовить рулет и по ходу готовки меня и либо начинки либо какие-то расположения овощей здесь внутри наподобие пиццы все что есть все в рулет специально показываю медленно вот этот способ как я заворачиваю рулет обязательно приподнимаем его уплотняем немножко чтобы эта начинка все не оказалось сверху рулета получается вот такой красивый полосатенький рулетик с одной стороны свободный край от рукава для запекания либо пакета для запекания я всегда его выставляю наружу для того чтобы он не попал внутрь рулета как потом его достать оттуда если уже рулет готов начинаем нарезать там такой сюрприз поэтому всегда достаю его наружу теперь все хорошенечко сворачиваю плотно сворачиваю поджимаю со всех концов мне очень интересно поставьте пожалуйста плюсик либо какую-то реакцию в комментариях кто готовит или готовил по моим рецептам а может быть вы что-то новенькое внесли бы сюда напишите пожалуйста с какими начинками вы готовите рулеты и я в следующих видео обязательно приготовлю именно по вашему рецепту все хорошенечко сворачиваем такой плотной конфеткой переберем какую-нибудь бечевку можно даже сложить вдвое так будет крепче ничего не разорвется обязательно хорошенечко связываем края а потом я приловчила с такими ветчинными узлами все это связываю чем плотнее мы сначала свернем рулет потом свяжем его прижмем хорошенечко в дальнейшем доской гнетом тем плотнее будет рулет нарезки это очень важно потому что работа проделывается большая а если этот рулет весь разваливается потом в нарезке очень неприятно обычно рулет я стараюсь обвязывать дважды так надежнее если вы хорошенечко после того как свяжите этот рулет накалывайте его ножом для того чтобы был обмен воды с мясом то тогда присаливаете воду кладите туда лавровый лист перед черным горошком в общем приправы и специи все это для того чтобы рулет не отдавал все свои ароматы и соль в воду и не был потом рулет пресном обязательно хорошенечко связываем концы рулета кто смотрел мои предыдущие видео раньше я связывал такой тонкой ниткой в два слоя но вот этим вариантом мне намного больше нравится потому что и нитка не так скользит она такая грубая в общем может быть кому то это будет полезно все лишнее срезаем с конфетки нашей и получается вот такой вкусный домашний рулет вы всегда знаете что вы туда положили какого качества было изначально мясо сало все продукты я думаю что толк в домашней еде знают всем неважно горячая это закуска или холодная домашняя всегда очень очень вкусная заранее я уже поставила кастрюлю с водой вода не закипает пока варить я буду где-то градусов 90 чтобы вода была 80 90 не больше чтоб не было там такого активного кипения и варить буду два часа покажу вам промежуточную готовку прошло два часа вот так вот все варится на очень медленном огне я прикрывала крышкой но время от времени заглядывал осмотрел чтобы не было активного кипения воды если видите что активно вода кипит булькает все бьет ключом делайте огонь ниже убираете крышку все успокаивается снова накрыли и присматриваем выключаю и достаю но как вы понимаете по одному рулету я никогда не готовлю 23 или больше меня здесь сразу же будет остывать два рулета остужаем при комнатной температуре я сразу же всегда накрывают доской сверху ставлю гнет у меня гнет всегда тяжелый килограмма 3-4 и если это теплая пора года тогда вместе с гнетом все это убираем в холодильник часов на 12 охлаждаться достаем нарезаем сейчас холодно поэтому я ничего не остужаю в комнате накрывая все убираю на балкон рулет у меня стоял ночь на балконе в итоге он такой получился спрессовался хорошо сейчас срежу все эти нитки рукав для запекания будем нарезать и посмотрим результат нашего труда рулет получается в разрезе очень красиво меня как-то спрашивали какой желатин я использую я ответила что первый попавшийся который мне приглянулся в магазине желатин нужно выбирать тщательно потому что своим желатином я довольно не очень как-то он не очень хорошо здесь все сжелировал на мой взгляд следующий раз буду брать какой-нибудь подороже проверенных фирм ломтики какие хотите нарезайте потоньше потолще можно просто взять кусочек батона тостере поджарить положить сверху вот такой вот кусочек и все это прекрасно щеком или кофейком на завтрак даже скушать приятного вам аппетита обязательно готовьте это вкусно недорого и не так трудозатратно как может показаться с первого взгляда и я готовлю всегда 2-3 рулета все их закладываю в одну кастрюлю они варятся а все излишки у меня всегда хранятся в морозилке если вы узнали из моего видео что-то новенькое пожалуйста поставьте лайк этому видео мне будет очень приятно подписывайтесь на наши группы в одноклассниках вконтакте мы еще есть в яндекс дзен нажимайте кнопку под видео еще там будут все ссылки а в ютубе не забудьте нажать на колокольчик так вы сразу же первыми будете узнавать о том что на канале вышло новое видео и ничего не пропустите я готовлю из простых доступных продуктов чтобы каждый смог повторить всем приятного аппетита до встречи в новых видео в комментариях удачи вам и пока пока